Подземные реки потекли в Автозаводском районе. Правда, происхождение их не природное, а коммунальное. Подземный пешеходный переход в районе поселка Северный пройти теперь невозможно. Можно либо проскакать, либо проплыть. Там родилась настоящая река. Да ты петь, я с утра вырву вообще. Плаваем. Вот, но и ковчег тут надо, и что? Каждый по пару. Здесь постоянно так. Это еще мало. Бывает затоплено все практически. Когда совсем все затопят, тогда приезжают и откачивают. А так вот поддоны положат и все. Кому обувь жалко, у кого дорогая обувь, те разуваются. Кому не жалко, в обуви прямо дут. Некоторые он одевает, это как его, даже он одет, как его. Бахил одевает в больничный, он приходит. Вот сегодня двое мужчин, при мне вот они, двое перевернулись. Там даже вот настилов не было. Какие-то вот четыре доски. Вот твои мужчины упали. Упали, да, они прям в воду упали. Вот на землю никак не обойдешь, только один тоннель. Скорее всего, слив не работает, вода не отходит, уходит с канализацией. Это не мое хозяйство. Ну а как так получилось? Я творник ведь не знаю. Кроссовки фирменные, Адидас, очень жалко. Дренажная система, я думаю, плохо работает. Грунтовые воды. Никак эту проблему не решишь. Здесь, я думаю, ошибка строительства с самого начала. Не провели разведку, грунтовые воды не определили. Никак. Это же тоннель дореволюционной коммунистической еще системы. Ну вот затопляют, откачивают. Опять затопляют, откачивают. Так что это здесь постоянное явление. В администрации автозаводского района говорят, что ситуацию контролируют. Просто там сломался насос. И вот пока проблему решали, вода и накопилась. Бригада установила, что один из двух насосов, которые выкачивают воду из дренажного приямка в дневную колонизацию, полностью вышел из строя. Сразу же были приняты решения о замене данного насоса. Насос был куплен, привезен на место. В 14.30 подрядчик отчитался о том, что насос установлен на оборудование работы в штатном режиме. На данный момент уровень воды упал. Проход на время работы был обеспечен при помощи трапов деревянных. Держим ситуацию на контроле.